Готуем. Записывай у нас тут супер-мега-пупер-бой. С одной стороны, это низ карты, юг так называемый. Енот со своей любимой фракцией. Какая любимая, мои любимые гномы. У, Ангмар. Да, ну вот уже и проспоили. Лирили. С правого фланга. Тоже внизу на юге у нас стимул, это Руслан и его любимая фракция. Наверное, не знаю. Но спойлерить не буду. Я за спойлерю. Вверху, это у нас север. И тут у нас Леха, Нариш, со своей любимой фракцией. Наверное. Своей любимой фракцией. И Саур, ну, Саур, конечно, это же его просто супер-любимая фракция. Габлоиды. Играть за габлоидов, это стиль. А чем меня палить, что надо? Можно побеждать, а можно играть за гоблинов. Вот есть два варианта. Саурон, я и так по твоим мышам узнал, что ты гоблинов. Это птички, это птички, а не мы. Я еще не настолько слепой и умею отличать воронов. Так это птички тебе на кукарек или кто за что играет? Я еще не настолько слепой и умею отличать воронов опять от летучих мышек. В прошлый раз, когда я снимал Бори на этой карте, то нижние проиграли. Я ни на что не намекаю. Ты конкретно намекаешь. Постарайтесь, чтобы сегодня этого не случилось. Удачи всем участникам. Вам победа. Спасибо тебе, Виктор. Сегодня этого не случится. Жаба конкретно намекает. Да, ну. Ноги байте. Да, 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 я тут. Так, все, запомню твои голосы. Ты еще не запомнил? Я тебя запомнил. Слушай, тут... У нас тут где-то 40 игроков. Я не успеваю. Ё-моё, ну почему ж такое вот? А ты думал, что там дешевые легкие ресурсы? Это мамаша своего не даст. Ты так сказал, это мамаша. Ну, я не знаю там его половую принадлежность, но судя по тому, как оно бегает вокруг этой пещерки, то там ее яйца лежат. Или это такой мужик, что яйца отдельно, и он их охраняет. Или это такая мамаша. Действительно. А вдруг это самец, который защищает то, что его самка отклала. Ну, вообще-то там золото как бы. Руда. Золото с ящерами. А, с ящерами. Все, ящер обиделся, его проспойлерили. Его спалили. Да. Кстати, ой, если гоблин у нас не будет тут кейт, то может насадить. Не забей. Ну, мы посмотрим, посмотрим. Что там у нас нижний зингард сделает? Это наш чемпион. Смотрите, все его ошибки у вас на виду. Можете подготовиться. Свергнуть его. И делайте ставки, как надолго Диме остаться чемпионом. Хотя его место может занять другую Дима. Видите меня уже, видите, меня уже ненавидят. Печалька. Почему? Нет. Я только за то, чтобы ты сохранил свой титул. Но пусть это будет самый достойный. И так под этим меня говоришь, как будто прям желаешь, чтобы меня все-таки избежать. Ну, я знаю, когда ты проигрываешь, ты возгораешь настолько лютым желанием вернуться, что уже слово лень от тебя и не услышишь. Да я и титул отстаиваю по полной. И не надо сейчас вспоминать Ирахима. Я до сих пор не отошел. Да. Ангмар тут занимает хорошую позицию. У Лени будет большая проблемка. Потому что Ангмар пошел в лютый раж. Это кто еще там у нас пошел в лютый раж? Давай, пошли в лютый раж. Просто кто-то не знает, кто пошел в лютый раж. Кубаш? Сейчас. Ну, я вижу вас всех, и я вижу, кто пошел в лютый раж. Да, а то, что три казармы стоят в нелютый раж, да? Да, то, что они стоят, это еще не лютый раж. А вот когда они начнут работать на полную, они работают на полную сейчас. И оттуда побегут войска. Вот я вижу, что у Ангмара внизу лютый раж. Потому что у него работает на полную. И он уже свое золото отобрал и заставу свою берет. Но это уже спойлеры. А это больше золота. Больше золота, друзья, больше. Нижней части игроков. Они будут получать больше сил. О, столкновение. Зря-зря покидаешь своего союзника, Верхний Ангмар. Ты ему сейчас очень нужен. А, у нас еще один Ангмар? Да. И тебя проспойлерил. Проспойлерил всех кого-нибудь. Он сейчас палился, когда ветерком меня. Ой-ой-ой, это тут два Ангмара. Жесть, как хардкор. Ой-ой-ой. Ну, как это хардкорно, если сейчас преимущество на стороне нижних. Они расстреляли почти всю армию габлойдов. И сейчас отбивают... Габлойдов. Отбивают верхних этих самых. Оу. Волки с волками. Наездники, точнее. Не-не-не, не тот, не тот, не тот, не тот, не тот. Арбалетчикам, конечно, немного достанется. Но совсем немного. Где? Уу. Что это тут за стая птичек? Это ты наблюдаешь за тем, что происходит? Нет, они вообще-то уменьшают броню. И... Скорость атаки, по-моему. И я потерял свой трёт к садникам. Оу. Вон, жалкие гоблины. Вы недостойны жить на этой земле. Я это буду доказывать. Снова, снова ист. Ого. А это чьё? Ангморская, что ли? Чёрт. Ну, птички. Нет, тут птички могут делать только либо изингант, либо гоблины. А, ну я вижу, что делают и те, и те, потому что две стаи. Птички, ну, вот эти вот стаи, кучи мыши, они уменьшают боевые. Так, где этот азок, я хочу быть. А, да, вижу. И всё, птички, летучие мыши, птички из ингарда. Азок, самый полезный, девушек, как обычный гоблин. И его сложно вычислить, среди себе подох. Ну, щас, ко мне, я призвал того, кого Лёха так сильно ненавидит. Ща посмотрим, кого там Дима призвал. Говорит, Лёха так сильно... А, да. Такой неприятный парень. И есть за что. Вот тут строители Ангмара такие хорошие фразы говорят. Не хочешь воевать, надо строить. Мудрые поговорки. Говорит, говорят... Говорят... О, теперь я горько признаю свою ошибку, потому что я всегда думал, что вот от этих вот дикарей в Даура нет никакой пользы. От них огромная польза. Да, ими можно спамить и спамить. Причем абсолютно дешево. О, ну че, гоблины, где ваш дикий раж в триказарме? Может он готовится? Долго готовился, опоздал. Да, теперь будет чуть-чуть больно. Падай, Зингард, иди там к себе. В общем, сам справлюсь уже. Не-не-не-не-не-не, пусть они у меня там качают. Давай. Зингард все правильно делает. И койшь с тыла. Тут не все так просто будет. Куда мы их-то порчики потом бежали? Их вообще даже не вижу. А, они... Они побежали, и фиг знает куда. Ох, у гоблинов проблемы. И очки не качаются. Да я лыпавый. И под крепостью уже стоят. Зингард качает очки. Второй ангмор. Это какой-то ангмор. Верхний ангмор. Тоже проблема с прокачкой очков. Способностей. Ох, хорошо. У димочки растут. Я так понимаю, вот этот-это самый карш он отравляет, да? Да. Довольно полезный скилл. Я покончил с подкорными королями. Так, концок. Так, несмотря на раш, обстреливать их довольно-таки легко. Лейзингард, тут вы уже оба воюете на чужих базах. А ты думал? Он же поэтому со мной играет. Рашеры. Нет, я выбрал кубок просто наугад. Ага. Достал конец киренейса у Ролана. Теперь у нас вступает новая тирания. Отбились на некоторое время габлоиды. О, Тизингард уже вообще прямо перед... Перед лагмором. Смотрим, нет. Да вижу. Такое. Маленькая группка. Последователи Ангбара. Да. Так. Ящера тут убили? Нет, не убили. Вот, ворон, существенное уменьшение вражеской бронины и наносимого урага. Так, как говорится, будем брать. Не знаю, как мы будем брать. Тут капец. Не, 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 вот. Лёха, вот. Обучение, как убить ящера, где снова енота. Герой протанчил, типа. Ай, устало с тобой возиться. Суверон. Настало время выпускать коронные оружия. Коронные оружия. Да, это он бессмысленно. Почему? Нет. Да, это ветерок. Нет, ветерок это... Это не оружие. Так, 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 так. Я пока не хочу. Ну, всё, термо. Мы немного... Всё, этих ребят, чтобы поршать. Вот, 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 вот. Было бы без задержки, было бы замечательно. А у тебя, что выучить? Нет, у меня задержка просто где-то секунду, две-три. Так бы я бы хорошо контролил, и войска бы так не отдавал. Я, наверное, из-за этого и турнир провераю. Да. Ну, гоблин, да. А ты же обнаглел, да? Посмотрим, гоблин, сколько у тебя силёнок хватит. О, пошла волна второй атаки. То, что я для тебя готовлю. Оборона какая могла быть подготовлена, подготовлена. Ох, какие дикари. Так, а они... Ну, кто-то на время, кто-то нет. Не-не-не-не-не. Хитро арбалетиков спрятал. Правильно, Руслан и сделал. Теперь, как говорится, они недоступны. Самое забавное, что летучих мышей невозможно поймать. Ну, них невозможно прицелить. Так, ну что, Саурон, сдаёшься добровольно или же будем брать силой? Будем брать. Ну, давай. Возьмите попробовать. Ооо. А, точно, я забыл у тебя обзорную всю карту. Ну, у нас, ну, так я это не привык. Ну, шнир, что-то ты не рашишь. Я, что-то месяц. Ну, знаю, что он мне только фору дает, а я при этом готовлюсь для последней панки. Ну, нужно рашить. Нужно рашить. А, тараши, раш на крепость, мало ли, почему привидят. А я не на крепость. Он мне не дает на крепость. Вот с войсками, да, на них надо рашить, но когда имеешь дело с самой крепостью, то уже раш бесконечно. Это уже если у тебя там полноценные армии. Вот в чём смысл. Ооо, гоблины припёрлись. Вот ты и не рашишь. Да, да. Да, давай, 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 сюда. Быра, быра, быра. Не волнуйся, всё запланировано. А лучше не туда, а на гоблинов. Не, он такую ошибку уже совершил сегодня. Я опять совершаю. Ты не можешь не промолчать, а? А это ещё Лёха говорит, что я всё вечно спойлерю. А толку-то? А толку-то огромный. Он всё равно увидит, что ты придёшь. Ну, чё хочу тебе, Дима, сказать. Ты дал гоблинам восстановиться время. Да, поэтому нужно собираем. А ты посмотри, что я нанял. Ты ещё хочешь сказать, что ты ещё можешь... Ну, давай посмотрим, может габлоиды могут контрить тебя. Не, они не могут ещё. Они нуменоваться в незаконке. Я отбился, ё-моё. Вау. Поэтому я и рассчитывал на... Я и рассчитывал на то, что изингад придержит. Ага, азок. Вижу. Давай его сюда. Дай мне душу азота. Спасибо. Теперь можно спокойно брать кривость. Да, за изингарта веди это там. Остальные фракции у меня не особо. Ой, как кривость быстро уходит. Ну, ангморская катапульта всё-таки. Я знаю, это было слегка темска, но я знал, что изингард выйдет уже. Да я уже сам слышал. Такая была у меня интуиция. Я, пожалуй, сам. О, ведь теперь даже помощи не просит. Да, тут много войск изингарта. Ты чуть-чуть подожди, я всё-таки, я уже приеду тебе сам. Он немного задолбался на руками. Так, всё. Ничего не осталось. Теперь буду бить повстанцев. Так, нужно выделить войска на единичку, кто-то так неудобно. О, кто-то про строителя забыл. Да, это уже нет. Да, тут строитель уже не зарешает. Так у меня чуть не зарешали больше и пол уже первых. Да всё-всё, да я сам разрешил. Да ладно тебе? Я тоже хочу нажиться. Воиск у меня по-любому больше, чем у тебя. Я их тут спамил. А больше, но у меня качественнее. Ну что у тебя качественнее? Создал чёрных следопыток и прокачал мулки? Ну что? Знаешь, какой у них урон наносит? Они подклещат целые арги. Поэтому я таких и боялся, когда Вейвлд Сирио гейдн за титул. Что, в тыл решил напасть, да? Ах, зарано. А, нет. Сирио. У Ангмара нет таких и боевых. У них эти орки не кунг-таманы. Ну, гоблин против ангмара это было уже очень видно. Но ты сам говорил, что мне сейчас заражен, что мне тебя надо бояться. Я говорю, что тебе заражен. Ты мне в начале игры угрожал конкретно, что я тебе угрожал тогда, когда была вчерашняя мясорубка. А вот сейчас реально отбыл. Я думаю, можно отреться, только мы с Савроном теперь. Согласен. Чтобы решающий был, а то 1-1 как-то не полистил. Ну, давайте. Только для кого это что решит, потому что вы же в разных этих самых были. И чем это решит, так как я уже победил два раза? А, кто чаще был в тиме победителей типа? Ну, это так, для себя. Не, ну, групповые бои тут в основном решают. Либо кто проигрывает, либо кто не помогает. Да, тут и решает гибель первого, тут и решает гибель с первого союза. Ну, я помогал как мог. Да, верхний бар высылал свои волчат. Но рашили снизу. Снизу и таки случилось то, чего я и ожидал. Нижние на этот раз не дали себя побороть. Но в любом случае все хорошо. Прошло. Это у нас был Енот. Это у нас был Руслан. Это у нас был Леха. Это у нас был Леня. Симон, скажи, при чем ты поднял свои ресурсы? И вот луна. Продолжение следует...